МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! В эфире Раменского телевидения программа «Вечерний диалог». В студии Дмитрий Курунов. И сегодня у нас в гостях Паненкова Людмила Семёновна, заведующая поликлиникой Раменской ЦРБ и Куликов Андрей Викторович, начальник Раменского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области. Уважаемые гости, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Викторович, первый вопрос будет к вам, так как тема сегодняшнего эфира – это вакцинация от ковида и гриппа. Начинается сезонная вакцинация от гриппа. Почему, скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, всем, кто нас смотрит, почему ее важно делать? Ежегодно в осенний день сезон начинается с подъема, респираторно-вирусной инфекции, в состав которых входит и грипп. Есть такое понятие у нас ОРВИ и грипп – сумма. Так я вот хотел сказать, что в структуре инфекционной заболеваемости на грипп отводится более 90% всех переболевших в течение года. В прошлом году у ОРВИ и гриппом, я подчеркиваю, у ОРВИ и гриппом, потому что у ОРВИ все-таки больше болеет, переболело порядка 70 тысяч человек на территории нашего района. И хотелось бы еще отметить, что 60% от этого составляет детское население до 14 лет. Я думаю, что вот этими, наверное, цифрами, может быть, и определена основная, скажем, значимость той работы, которая проводится ежегодно в начале осени по вакцинации людей от гриппа. Учитывая то, что это наиболее массовое, и по своим клиническим проявлениям, и даже, в первую очередь, осложнениям, эта инфекция заслуживает очень особого внимания, отдельного внимания, и не зря она внесена в эмоциональный календарь прививок, и ежегодно мы делаем вакцинацию. Хочу сказать, что в прошлом году мы привили порядка 63% от населения Раменского района. И все-таки случаев гриппа у нас было зарегистрировано, я бы сказал, минимальное количество. Все-таки это дает свой результат, и к этому надо стремиться. Чем больше мы привьем, чем больше будет, скажем, прослойка иммунная, тем меньше возможностей остается у гриппа, чтобы поразить человека. Людмила Семеновна, вот многих зрителей, конечно же, сразу будет волновать после этого следующий вопрос. Где можно в округе, в городе сделать прививку от гриппа? Я знаю, что и мобильные пункты также работают. Вакцинацию против гриппа мы начали проводить еще в начале сентября месяца. Мы получили в достаточном количестве вакцину разных видов. Это Севигрипп, Грипполплюс, Флюэм. Это для взрослого населения. И ультра-эксплодри, и Грипполплюс для детского населения. Во всех амбулаториях, во всех поликлиниках этой вакцины есть в достаточном количестве. Дополнительно мы доставили вакцину в передвижные такие пункты вакцинации. Это в МФЦ, в центральный офис МФЦ. И в Леруа Мерлен, который тоже работает практически 6 раз в неделю, с 12 до 20 часов. Это на Ново-Рязанском шоссе, кроме понедельника. В МФЦ у нас работает пункт вакцинации с 9 часов до 17 часов, включая субботу, выходной день, воскресенье. И пункт вакцинации, как от ковида, переехал в микрорайон Холодово. Это филиал поликлиники Космонавтов 35. Он работает у нас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 часов до 18. И мы там проводим вакцинацию и против гриппа, и против ковида. – Людмила Семеновна, а есть ли какие-то противопоказания к прививке от гриппа? – Ну, противопоказания общеприняты, как для любой вакцинации. Это, конечно, острые вирусные инфекции, обострение хронических заболеваний. И для вакцины именно против гриппа еще наличие аллергии к куриному белку. Остальных противопоказаний практически нет. То есть это вакцины уже проверенные, и мы уже пользуемся им не один год. И практически осложнений таких существенных не было. И мы единственные, что обязательно должны собрать анамнез. Если не было какой-то побочной реакции в виде аллергической реакции, то вакцинация проводится без противопоказаний. – Ну, вот вы сказали, что с сентября началась вакцинация такая массовая от гриппа. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, если сравнивать с предыдущим годом, охотнее пошел народ на вакцинацию? – На вакцинацию сейчас у нас достаточно хорошо. Мы проводим вакцинацию. У нас уже сейчас привито в нашем округе на сегодняшнее число 41 тысяча 18 человек. Большую часть, конечно, мы прививаем взрослых, но и детей на сегодняшний день привито уже 14 тысяч 300 человек. Вакцинация против гриппа, как Андрей Ильич сказал, очень важная, потому что основной заболеваемость ОРВИ и гриппом – это приходится на детское население. И мы начинаем как раз вакцинацию в школах, в детских садах, с тем, чтобы, когда будет пиковый подъем заболеваемости, который мы ожидаем с декабря по февраль месяц, были наши детки защищены от этой инфекции. Еще хотела подчеркнуть и сказать, что прививка – это когда мы делаем вакцинацию от гриппа, иммунитет вырабатывается уже через 14 дней. И бояться этой вакцины не надо. Она уже на проверенном, вот я как уже сказала, много лет. И вирус циркулирует у нас, ежегодно приходят новые штаммы, и поэтому нам приходится ежегодно ее проводить. Иммунитет вырабатывается на 6-12 месяцев. И поэтому наша главная задача – вот сейчас провести эту вакцинацию, октябрь-ноябрь месяц, и закончить ее 1 декабря. Андрей Викторович, а вот у многих возникает вопрос, знаете, какой еще? Сколько после данной прививки сохраняется иммунитет? Что можно ответить на этот вопрос? Ну, уже Людмила Семеновна сказала, что и мы начали, в принципе, с этого, что ежегодно, где-то в сентябре месяце начинается, значит, как наступает, формируются детские коллективы, похолодание, то есть все факторы, которые влияют на, скажем, воздушно-капельные инфекции, начинается вакцинация. И она, в принципе, ежегодная, то есть иммунитет где-то в течение года держится. Ну, самое главное, вот Людмила Семеновна сейчас тоже подчеркнула, что вакцина готовится сейчас же трехвалентной, четырехвалентной, то есть содержат штаммы тех, скажем, возбудителей различных вирусов гриппа, которые, по, скажем, информации Всемирной организации здравоохранения, в этом году, скажем, планируют, планируется, значит, их не распространение. Поэтому вакцины каждый год пересматривать с учетом эпидемиологической ситуации не только в России, во всем мире и так далее. И поэтому, корректируя вот эти вакцины, вот, удается определенным образом актуализировать тот, ну, поймать тот вирус, который, возможно, будет, скажем, присутствовать в эпидемиологической ситуации этого года. Поэтому порядка года, то есть вакцинация против гриппа, она ежегодна, начиная вот с сентября месяца. Людмила Семеновна, расскажите, пожалуйста, можно ли совмещать вакцину от гриппа с вакциной от ковида? Я знаю, что должен пройти какой-то определенный интервал. Да, вакцинацию против гриппа мы можем совместить с вакцинацией против пневмококовой инфекции. Это уже тоже распространенный опыт, и мы, в принципе, достаточно много вакцинировали в прошлом году, в 20-м, и вакцинируем в этом году. Что касается вакцинации против ковида, значит, мы имеем такие научные данные и придерживаемся их при проведении вакцинации против гриппа. Если человек сделал вакцину до вакцинации против гриппа за месяц, то мы можем проводить эту вакцинацию. То есть интервал между вакцинацией ковида и гриппа должен быть не менее месяца. Уважаемые гости, сейчас я предлагаю нам посмотреть с вами один сюжет, немножко передохнуть и дальше нашу беседу продолжить. Михаил Владимирович серьезно относится к своему здоровью. Своевременно решил сделать прививку против гриппа. Легу делаю. Просто уже был такой случай, когда болели женой очень тяжело. После этого пришли к выводу, что надо делать прививку. Сезонная вакцинация началась в Раменском городском округе в первых числах сентября. Проводится во всех медицинских учреждениях Раменской ЦРБ. Мы сейчас призываем всех, пока есть время, еще мы вакцинируем и октябрь, и ноябрь месяц, и часть декабря месяцев пройти вакцинацию против гриппа. Мы вакцины получили и для детей, и для взрослых. Перед вакцинацией от гриппа необходим медицинский осмотр. Я гипертонюх. Сентября к своей выпить? Да. Именно от гриппа, потому что сейчас сезон как раз заболеваемости, уровень повышается. Я не хочу попадать в больницу, не хочу осложнений. Хочу работать спокойно, потому что у меня есть контакт с людьми. Между прививками от гриппа и от COVID-19 должен соблюдаться определенный интервал. Если у нас пациенты прошли вакцинацию от COVID-19, то мы отсчитываем месяц после последней вакцинации и проводим вакцинацию уже против гриппа. Пневмококковая прививка, она превращает пневмонию, то есть не будет развиваться пневмония, даже если заболеешь. Вакцина, о которых я говорила, уже поступила во все наши амбулатории, ФАПы и поликлиники в достаточном количестве. И записаться можно через госуслуги, записаться можно через информаты и можно записаться по телефону 122. Непосредственно в поликлинике, если они обратились на прием к врачу, мы рекомендуем докторам нашим без даже предварительной записи направлять в процедурный кабинет для вакцинации, если нет против показаний. Прививка от гриппа снижает риски заболевания и развития тяжелых осложнений. Берегите себя. Мы продолжаем вакцинацию против коронавирусной инфекции. Коронавирусную инфекцию, видите, в средствах массовой информации, она не ослабевает, она сохраняется. И все профилактические меры, которые мы проводим сейчас и в больнице, и вообще в нашем Раменском городском округе, должны как раз способствовать нераспространению этой такой сложной инфекции. И сочетание коронавирусной инфекции и гриппа, это чревато для каждого пациента, даже молодого, тем более пациента, который имеет хронические заболевания. И поэтому я призываю всех прийти на вакцинацию и всем-всем желаю здоровья. Андрей Викторович, а приведите, пожалуйста, статистику. Я знаю, что она не самая радостная, к сожалению, у нас сейчас по больным ковидам. Кто сейчас находится в группе риска? Да, ситуация с коронавирусной инфекцией, как и во всей России, так и у нас в Раменском районе, она, конечно, мягко скажем, хромает. Сегодня, наверное, кто смотрел телевизор, уже знает, что по Российской Федерации обновлен новый антирекорд, более 30 тысяч заболевших. Количество смертей уже приблизилось практически к тысяче ежедневно. По Московской области тоже порядка двух тысяч и более, ну, колеблется, заболеваем с дня до дня. В Раменском районе тоже ситуация очень напряженная. И, конечно, на мой взгляд, связано это с тем, что, во-первых, люди не хотят вакцинироваться. Недоверие, непонятно, что, по какой причине. Но люди очень плохо идут вакцинироваться. За весь тот период, когда разработана вакцина, на сегодняшний день мы вакцинировали порядка 40, чуть больше процентов населения, подлежащего вакцинации от ковидной инфекции. Сюда не входит детское население, вот, так как, вы знаете, оно не подлежит вакцинации на сегодняшний момент. Вот, и это очень сильно настораживает, потому что, видать, прослойка вакцинированных и очень много переболевших прослойков, а летом болело очень много. Цифры были ежедневные у нас, по Раменскому доходили 600-700 человек и более. Вот, сейчас таких цифр пока нету, но я думаю, если мы будем так продолжать, таким образом, относиться к своему здоровью и к той проблеме с вакцинацией, то мы дождемся, может быть, еще больше. Вот, здесь в первую очередь считаю, это, конечно, вакцинация. Второе, наверное, все уже забыли, охладели, или трудно понять, элементарная, санитарная, какая-то эпидемиологическая профилактика, норма, это ношение маски, особенно в общественных местах, социальной дистанции, дезинфекция, ну, то есть те мероприятия, которые, в принципе, основа основ при воздушно-капельной инфекции. Вот, зайдите в магазин любой, посмотрите, все это видно, в транспорте, в электричках, мало что не носят маску, но каждый должен заботиться, в первую очередь, о своем здоровье, о здоровье тех, с кем он близко контактирует, Своя семья, в первую очередь, конечно, родные, близкие, мамы, папы, дети. Здесь, конечно, ситуация по статистике, я так в двух словах вам писал, ну, и, наверное, я так своей причиной, скажем, мысли чуть-чуть изложил вам вслух, вкратце. Людмила Семеновна, ну, коль мы сейчас вот уже, да, разговариваем про вакцинацию от ковида, переходим плавно на тему вакцинации от ковида, у нас есть вопрос с сайта, нам написала женщина и спрашивает вопрос такой, в чем разница вакцины «Спутник» и «Ковивак» и что лучше делать людям 65+. Людмила Семеновна, вот подскажите, пожалуйста, как с этим разобраться? Ну, у нас для вакцинации как раз пожилых людей старше 65 лет самая эффективная вакцина считается «Спутник ВИИ» или «Гам-Ковид-Вак». Она двухкомпонентная, то есть вводится два компонента, первый компонент вводится в день обращения, и через 21 день вводится второй компонент. Иммунитет, развивающийся после введения второго компонента, ощущается где-то на 42-й день после введения первого. И мы видим, что эта вакцина работает и действует. Более мягкой вакциной есть и «Пивак Корона». Она у нас и первая, и вторая вакцины есть в достаточном количестве. И недавно у нас появилась вакцина, но тоже мы работаем с ней два месяца. Это «Спутник Лайт». Эту вакцину мы применяем пациентам, которые ранее переболели коронавирусной инфекцией, или которые прошли вакцинацию в первую волну, когда мы начали прививать это декабрь, январь, февраль. Ну и сейчас уже пришла пора проводить повторную вакцинацию, или как в народе говорят, ревакцинацию. Это уже тем, кто прошел первичную вакцинацию в апреле месяце. Поэтому 65+, если человек не болел, и если он не прививался ранее, то желательно привиться, конечно, ему двухкомпонентные вакцины. Это «Спутник Ви» или «Пивак Корона». Владимир Семенович, продолжая вопрос от жителей задавать, есть еще такой вопрос от жительницы, которая спрашивает, что она слышала, что уже разработана специальная вакцина для детей или в процессе. Так ли это? В настоящее время официальных данных нет по разработке вакцины против детей. Но в средствах массовой информации есть такие данные о том, что сейчас проходит испытание применения вакцины у подростков. Это от 12 до 17 лет. Но это еще только первый этап. И поэтому, когда закончатся исследования, это, скорее всего, будет апрель будущего года. И мы тогда уже можем открыто говорить, можно или нет применять. Для детей раннего возраста еще испытания не начались. Андрей Викторович, вопрос к вам следующий. Те, кто зимой, как Людмила Семеновна говорит, уже в апреле, зимой привились. Нужно ли им уже сейчас, спустя вот это время, проходить повторную вакцинацию? Те люди, которые, скажем, прошло срок 6 месяцев после перенесенного заболевания, либо после первичной законченной вакцинации, уже, в принципе, я бы сказал, должны, обязаны пройти повторную вакцинацию. 6 месяцев определен срок, в общем-то, для того, чтобы больше антитела лучше вырабатывались и так далее. Поэтому, если у вас прошло 6 месяцев, то я вам рекомендую настоятельно, как можно сказать, прийти в медицинское учреждение и провести повторную вакцинацию. Андрей Викторович, а вот так же, готовясь к эфиру, я вот проверял социальные сети, и там часто, вот, прям один из самых, знаете, вопросов топа, это, когда люди пишут, что очень сильная побочка, допустим, на тот же спутник. А с чем это связано? Вот люди переживают, и поэтому многие боятся. А то один сказал, вот, мне было плохо, второй говорит, я не пойду делать. Вот что людям, как вот ответить на этот вопрос? Почему такие сильные побочные эффекты? Ну, вы знаете, если говорить о спутнике ВИ, допустим, то столько людей им уже привито, уже собрана такая база, и он уже зарекомендовал себя как один из лучших вообще, а не только в России, но и в мире препарат, при отсутствии каких-либо серьезных эффектов, ну, скажем, неблагоприятных. Вот. Если возникает, ну, это вакцина, это все-таки препарат медицинский. Вот. Если он вводится, и организм каким-то образом начинает бороться, сопротивляться, это тоже, в общем-то, очень даже и неплохо, потому что происходит, скажем, опознавание того агента, формирование к нему антител и так далее. То есть это говорит, что вакцина работает, а, скажем, организм вырабатывает антитела, начинает вырабатывать. То есть лучше, когда организм что-то чувствует, нежели когда прививка проходит нему человеку. Вы знаете, ну, тут, наверное, так сказать, может быть, трудно или, может быть, не совсем правильно, но, по крайней мере, вот эти реакции, они не являются какими-то побочными или, скажем, говорящие о том, что что-то идет не так. Все идет правильно, просто у одних людей чувствительность одна, а у других людей она немножко может гипертрофировать, ну, по-другому они и проявления, естественно. Ну, какой организм у человека, то есть... Абсолютно верно. Так же, как один у одного температура болеет 37, у другого 38, у третьего 39. По-разному реакция организма идет. Ну, я дополню еще вакцинацию. Мы вакцинируем маленьких деток, и тоже разные, даже если сравним мы мамы, папы, бабушки, дедушки, и один ребенок переносит вакцинацию, которая, ну, соответственно, в соответствии с национальным календарем прививок, совершенно безболезнен и без температуры, а другой дает небольшую температуру, ну, вот это нормальное состояние организма, это не побочное действие, это как раз реакция на прививку. Уважаемые гости, мне подсказывают, что у нас есть звонок в прямом эфир от телезрителей, давайте его послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Меня Наташа зовут. Вот я хотела спросить, отек к венке мешает этим прививкам? Он у меня был сначала от индийских препаратов от давления, а потом оказалось, что у меня на семечке подсолнечной тоже отек к венке. Валерина Семеновна, вопрос к вам, я так понимаю. Да, скорее всего, я это отвечу. Наталья, но отек к венке как раз является противопоказанием для проведения вакцинации без осмотра и наблюдения лечащего врача. Для того, чтобы принять решение о проведении вакцинации и против любой вакцинации, не только даже против коронавирусной инфекции и гриппа, вам надо обратиться к лечащему врачу, который вас наблюдает. Он обязательно посмотрит, и если нужна будет консультация аллерголога, он назначит консультацию, и после этого будет принято решение о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции. Валерина Семеновна, вот как раз мы с вами перешли к этому вопросу, который я хотел вам задать. То есть пройти минимальное хотя бы обследование перед прививкой обязательно нужно и обязательно важно, правильно? Ну, минимальное обследование, это у нас сейчас в настоящий момент как такового не требуется. И у нас осмотр перед прививкой обязательный. То есть измеряется обязательно температура тела, проводится пульсоксиметрия. И минимальный набор обследования, то есть это осмотр полости рта, зева и аускультация. Если есть склонность к повышению давления, то обязательно измеряется артериальное давление. Если параметры это в норме, то проводится вакцинация. Если человек имеет хронические заболевания, то он может подойти к лечащему врачу и просто спросить у него, возможно или нет проведение вакцинации. И если нет обострения хронического заболевания, то это надо обязательно проводить. И я, конечно, обращаюсь ко всем нашим пациентам, нашим жителям Раменского района, что группа риска – это возраст 65+, это лица, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистая система, заболевания легких, органов дыхания. И больные с сахарным диабетом – это группа риска по развитию осложнений при новой коронавирусной инфекции. И я, конечно, не пугаю вас, но я могу вам сказать, из опыта, который мы имеем уже на протяжении полутора лет, осложнений у этой как раз группы пациентов с хроническими заболеваниями достаточно серьезные. И многие остаются на инвалидности, но и у нас очень много, конечно, и летальных исходов. Вы слышите, по России сегодня наступила смерть, по-моему, 968 человек. Такого у нас не было с начала эпидемии. Поэтому вирус коварен, и приостановить распространение этого вируса поможет только вакцинация. Людмила Семеновна, соответственно, не могу вас я не спросить, как сейчас со статистикой обстоят дела, а также массово, я не побоюсь, то слово, как летом идут сейчас люди на вакцинацию от ковида? Вы знаете, мы все-таки привили почти 120 тысяч жителей. И эта цифра как будто бы неплохая, даже 129 тысяч. Но 120 тысяч – это уже второй компонент у нас прошли. Но это недостаточно для нашего огромного Раминского городского округа. И поэтому мы сейчас видим небольшой подъем посещаемости на вакцинацию. Но это недостаточно для того, чтобы все-таки мы могли защитить и выработать наш коллективный иммунитет в нашем округе. Поэтому я призываю всех наших жителей прийти в пункты вакцинации. Мы открыты, и мы работаем в прививочные кабинеты, работают в течение всего времени работы лечебных учреждений. У нас работают, еще раз напомню, три пункта, которые проводят вакцинацию без предварительной записи. Это пункт вакцинации Леруа Мерлен, который работает с 12 до 20.00, включая субботу, воскресенье, там понедельник только выходной. МФЦ на улице Кирова, это улица, центральный офис. Он работает с 9 до 17.00, включая субботу, воскресенье и выходной. И космонавтам дом 35, это филиал поликлиники. Там работа прививочного пункта с 10 до 18.00, включая субботу, выходной и воскресенье. И возвращаясь к прививкам вакцинации против гриппа, мы дополнительно еще в мобильный пункт выставляем два раза в неделю около ДК «Сатурн». Там не проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, а только против гриппа. Это четверг с 14 до 18.00 часов и суббота с 11 до 15.00 часов. Еженедельно там проводится вакцинация против гриппа. Так что мы всех ждем в наших поликлиниках, в амбулаториях и в мобильных центрах. И я думаю, что это единственный метод профилактики, который может защитить взрослое и детское население наших жителей. Уважаемый гости, ну и конечно же в завершении нашей с вами беседы, не повезете у слова расслабились люди, вот как Андрей Викторович правильно сказал, маски не носят, дистанцию, к сожалению, не соблюдают, будь то массовые мероприятия, будь то торговые центры. Мне, конечно же, хочется, чтобы каждый из вас напомнил еще раз людям о том, что эти простые, в принципе, меры профилактики забывать не стоит. Да, это все-таки основа основ. Осень. Сегодня мы обсуждаем два заболевания таких вот, наиболее коварных, наиболее распространенных. Это грипп и, скажем, коронавирусная инфекция. Это все оба воздушно-капельных заболевания. И даже меры борьбы с ними, в принципе, они схожи. Как бороться? В первую очередь, конечно, это должно быть разобщение. Разобщение это для вас... Не старайтесь посещать массовые мероприятия. Ограничьте себя прогулками на свежем воздухе, скажем, ну, в первую очередь, какие-то соревнования, там, пробежки, ради бога, без всего. Если вы пошли в общественное место, обязательно, конечно, маска. Обязательно одевайте маску. И, конечно, старайтесь выдерживать социальную дистанцию. Все вы за эти уже полтора-два года все об этом прекрасно знаете. Используйте, скажем, дез-средства при проветривании помещений. Пришли, ушли домой, там, у себя даже в квартире. Вот. Это элементарные вещи, которые используются при профилактике воздушно-капельных инфекций. Но самое главное, понимаете, год назад мы тоже встречались и говорили, но у нас тогда не было вакцины. Но у нас сейчас есть вакцины. У нас их уже несколько, много. Но почему мы верим... Я даже не знаю, слухи, разговоры, соцсети и так далее. И, конечно же, в первую очередь, все это находится в ваших руках. Вы должны об этом первые думать. И чем... Я уже говорил, по-моему, об этом. Чем больше и в кратчайшие сроки мы привьем население, тем быстрее инфекция уйдет. Если она будет растягиваться во времени, то растягиваться будут во времени все наши мероприятия, процессы и так далее. Вообще, берегите себя и будьте здоровы. Спасибо. Елена Семеновна, ну и финальное слово также, конечно, вам. Ну, я хотела ко всем еще раз обратиться. И хочу сказать, что не только пожилые люди находятся в группе риска. Вы сейчас видели, наверное, средства информации, говорят о том, что заболевает молодежь. Молодежь может быть в менее такой тяжелой форме протекает это заболевание. Но молодые находятся в семьях, в коллективах. В семью можно принести любую инфекцию и коронавирус, и грипп. И ваши незащищенные родственники, мамы, папы, бабушки, дедушки будут подвержены этой инфекции. И поэтому вы прежде всего позаботьтесь о своих родных и близких, о своих детях, внуках. И я вас призываю прийти на вакцинацию и позаботьтесь о своем здоровье. Берегите себя и ваших близких. Уважаемые гости, спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам сегодня в гости. Я думаю, что все основы основ, которые, в принципе, они простые, их необходимо знать, помнить. Мы сегодня обсудили. Спасибо вам большое. И будьте, конечно же, вы тоже здоровы. Спасибо. Всем здоровья. Спасибо. Уважаемые телезрители, вам большое спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Курнов. Программа «Вечерний диалог». Будьте здоровы, не болейте и смотрите Раменское телевидение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин